Значит, те проценты роста ВВП и роста российской экономики, которые прогнозировались правительством, они оказались значительно ниже. Экономика России, и об этом уже говорят правительственные эксперты, и этим озабочен президент, этим озабочен представитель правительства, экономика России скатывается в рецессию, то есть темпы роста ниже. Чем грозит замедление роста российской экономики? Конечно, всеми теми экономическими сложностями, с которыми сталкивается любая экономика в период кризиса. Это вот с одной стороны. Причин того, что происходит, их много. С одной стороны, есть рецессия и спад общей мировой экономики. С другой стороны, есть проблемы монетаристского плана, которые есть у мировой экономики. С третьей стороны, есть падение спроса на нефть и газ, который является основными поставщиками доходов в российский бюджет. Все вот эти проблемы, они, так сказать, имеют место быть. С третьей стороны, есть, в принципе, спад покупательского спроса, на чем держался рост российской экономики в последний год. Вот эти все причины, они приводят к тому, что рост экономики замедляется. Поэтому, конечно, этим озабочен и президент, этим озабочено и правительство. И это будет основной, мне кажется, темой повестки дня политической в ближайший год. То есть ситуация, скорее всего, будет ухудшаться, и эта тема будет становиться все более и более важной для жителей России. Ну и это все больше и больше будет место занимать в российских СМИ, эта тема.